Упражнение 1. Нам даны глаголы в скобочках. Все глаголы заканчиваются на овач. Мы помним, что это первое спряжение. Нам нужно раскрыть скобки и вставить глагол в нужную форму, в зависимости, о ком мы говорим. Я, ты, он, она, мы, вы, они. Как мы работаем с глаголами, которые заканчиваются на овач? Мы вычеркиваем полностью овач, остается основа слова. Добавляем уй и нужное окончание. Итак, рассмотрим пример. Мами, глагол майловач, писать эмейл, до дому. Мами, то она, венц, маме, майлует до дому. Мами пишет эмейл домой. Они дужо подружовач по Европе. Путешествовать. Они подружуем по Европе. Они много путешествуют по Европе. Со ты тераз готуешь. Готовач готуешь. Со ты тераз готуешь. Что ты сейчас готовишь? Увэ, то он, значит, будет основа слова с уй и буковка э, просто без вагонка в конце. Телефонуе, овач, вычеркиваем, телефон, уй и просто э. Телефонуе до маме. Увэ телефонуе до маме. Увэ звонит маме. Со вы, куповач, значит, добавляем уй и окончание че. Со вы купуете? Что вы покупаете? Где естыш? Где ты? И раз ты, значит, отвечаем я где-то там. Спацируе. Часовник спацировач, гулять, прогуливаться. Я спацируе. Эз огонкем, раз я. Я спацируе по парку. Я гуляю по парку. Мы малуемы. Мы маловач, часовник, значит, малуемы. Мы рисуем, мы красим квартиру. Мы малуемы мешканья. Каролина, то она фотографовач. Раз она, значит, у нас остается просто фотограф. Овач мы черкнули. И добавляем уй и окончание э без огонку. Каролина фотографуе краку. Каролина фотографирует крак. Чи вы, вы, всегда окончание че, вы працуече в Варшаве. Вы работаете в Варшаве. Видим овач вычеркнули, остается прац. Уй добавляем ече. Працуече в Варшаве. Оне дискутуем с научительком. Оне, значит, окончание йом, а с огонким здесь в конце. Они что-то обсуждают с учительницей. Почитаем и переведем диалог. Анжела разговаривает с маме. Иногда к ним подключается научителька и Хавьер, учительница Хавьер. Маме, цо робиш по лекции? Маме, что ты делаешь после урока? Я не специального. Нудзище. Я нечего особенного. Скучаю. Нудзище? А длачего? Скучаешь? Пачему? Бо польска мама Йоаннана готует пироги. Тата Грегуш теж працуе в дому, а Кароль чыта. Не маю часу. Патаму, что польская мама Йоанна готовит вареники. Папа Грегуш тоже работает дома, а Кароль чытает. Они не имеют времени. То есть у них нету времени. Все заняты и маме скучают. По-польску немувимы польская мама, а не польский тата. Бо то не ест реальне твоя мама, а не тата. Господыни и господыш. По-польску мы не говорим польская мама, не польский тата, не польский папа. Потому что это не есть реально твоя мама или папа. Хозяйка и хозяин. Здесь обратите внимание, в русском языке мы скажем ани, ани. Такая двойная конструкция. То есть по-польски мы не говорим ни твоя мама, ни твой папа. В польском языке может стоять как два ани, как одно ани. То есть будет правильно сказать по-польску немувимы, а не польская мама, а не польский тата. Или мы можем сказать так, как здесь написано. По-польску немувимы, польская мама, а не польский тата. Так, читаем дальше. А ты что любишь, Робич? А ты что любишь делать? Бардо любя грач на компьютеже, маловач и слухач музыки роковой. Я очень люблю играть на компьютере, рисовать и слушать рок-музыку. Я теж любя слухач музыки. Я тоже люблю слушать музыку. И любя танчичь, спотыкать чезы с наюмыми и робич закупы. И люблю танцевать, встречаться со знакомыми и делать покупки. А я люблю ходить до клуба, танчичь и подружовачь, сказал Хавьер. А я люблю ходить в клуб, танцевать и путешествовать. Я не умею танчичь. Я не умею танцевать. Не ма проблему, я стам шведным научичелем танца. Нет проблемы, я являюсь отличным учителем танца. То фантастичнее, вы контиджем и танчичь. Это фантастика просто. В выходные идем танцевать. Ну, я не знаю. Маме такая отвечает. И упражнение 2. Нужно сказать, правда или неправда. Нам даны какие-то фразы. И на основании диалога, который мы только что прочитали, нужно сказать, правда это или неправда. Для чего это делается? Часто такие упражнения встречаются на сертификационных экзаменах по польскому языку, когда мы на 2, либо 1, или какие-то еще экзамены сдаем. Сейчас тренировку нам предлагает учебник. И это хорошая проверка, как мы понимаем текст. Итак, маме уме танчичь. Нет, то фальшь. Маме не уме танчичь. Так, и об этом она сказала Хавьеру, что я не умею танчичь, я не умею танцевать. Хавьер есть научителям музыки. Нет, то неправда. Хавьер есть научителям танца. Анжела и Хавьер любим танчичь. Так, то правда. По польску форму. Польская мама не есть добра. Так, мы не говорим по-польски польская мама. Мувимый господиня, хозяйка. Маме нудящие в доме. Так, то правда. Маме скучает. Маме и Анжела любим музыка. Так, то правда. Маме бардзо хцеще учить танчичь. Маме очень хочет учиться танцевать. Нет, то неправда. Маме говорит, но не ве, но я не знаю, то есть она сомневается. Тата маме ма на имя Грегуш. Нет, то неправда. То тата Каролей Каролины ма на имя Грегуш. То есть здесь сказано, что папа маме имеет на имя Грегуш. Папа маме зовут Грегуш. Напомню, что маме – это японская студентка, которая приехала учиться в Польшу и живет у польской семьи, где хозяина зовут Грегуш. И он папа Каролей Каролины. Пани Йоанна нема часу богу туле. Так, то правда. Хобби. Поговорим о хобби. Что любишь робить? Что ты любишь делать? И отвечаем на этот вопрос. Любя. Я люблю. Итак, что можно любить делать? Любя ходить на спацеры. Я люблю ходить на прогулки. Любя ходить на щеловня. Я люблю ходить в тренажерный зал. Любя ходить до кино, до рестаурации. Люблю ходить в кино, в ресторан. У меня к вам просьба, пожалуйста, сейчас все повторяйте вслух. Любя читать книги и газеты. Я люблю читать книги и газеты. Любя готовочь. Люблю готовить. Любя играть на гитаре. Я люблю играть на гитаре. Любя ездить конуну. Люблю ездить верхом. Любя маловочь. Люблю рисовать. Любя oglёндач телевизия. Я люблю смотреть телевидение. Есть слово телевизор. Это сам предмет телевизор. А смотрим мы телевиденье. То, что нам показывают в телевизоре. Подружёвоч. Любя подружёвочь. Я люблю путешествовать. Любя робич закупы. Люблю делать покупки. Любя робич сдненья. Еще есть также слово фото. Люблю делать снимки, фотоснимки. Любя слухать музыки. Люблю слушать музыку. Любя шпевич. Люблю петь. Любя танчичь, люблю танцевать, любя учачи янзыку в опцых языков иностранных. То есть я люблю изучать иностранные языки. Любя бегач, любя плывач, люблю бегать, плавать. Любя грач в тенниса, грач в гольфа, в шахы, в брыджи. Я люблю играть в теннис, играть в гольф, в шахматы, в бридж. Любя грач в пилка, люблю играть в мяч. Любя езжич на ровежа, на роликах, на нарта. Я люблю ездить на велосипеде, кататься, то есть на велосипеде, на роликах, на лыжах, на арты, лыжи. Есть слово лыжвы, которое переводится как коньки. Мы можем сказать, люблю ездить на лыжах, люблю ездить на лыжах. И когда мы занимаемся спортом, вот у нас нижняя строчка, всё о спорте, мы скажем управяч спорт, заниматься спортом, управяч спорт. Если я занимаюсь спортом, мы скажем управям спорт. Вспомним глаголы, которые на «ач» вычеркиваем, добавляем окончание «м» в третьем споряжении «управим», «спорт», «я». Если мы хотим сказать «я люблю заниматься спортом», то когда у нас два глагола, как и в русском языке, в польском аналогично, первый глагол мы изменяем, добавляем нужное окончание в зависимости от того, о ком мы говорим, и второй глагол в инфинитиве «люблю заниматься спортом», «любе», «управяч», «спорт», «я люблю заниматься спортом». Напишите, пожалуйста, в комментариях, что любите делать вы. Можете выбрать что-то из предложенного, можете написать свое, мне очень интересно. Мы идем дальше. Чвечение третье и чвечение четвертое, что они хотят делать в выходные. У нас есть Анжела, Мами, Хавлер и Уве. Кто-то из них хочет идти в галерию Хандловой, до галерии Хандловой, то есть торговый центр на закупы, за покупками. Кто-то хочет идти на массаж, кто-то идет смотреть фильмы, а кто-то идет на концерт. Сейчас мы все узнаем. Давайте послушаем рассказы. И смотрите, пожалуйста, на экран. Так, сейчас я найду аудио. Ну то, прошу, слушаймы. В выходные в Краковой мои коллеги из Лондона. В Польшу есть таня, поэтому первое хочется сделать закупы в галерии Хандловой. А потом идем на кавы. Колејанки з групи шојјћ до клубу, бо јст концерт. Я теж јдј з ними, але не вим, кто гра. Ко планује робијјд в уикенд? Ешче не вим. Хце ёјћ на фестиваль фильмов ипероамеритањих. То може быть интересујѕце – глядај фильмы по-хиспањску в Полсце. В уикенды звыкле не мам часу, бо працујј, але чце се трохе зрелаксувач и ёјћ на масаш. Судовне. Вот мы и поняли, кто куда идјјт. Анжела у нас вместе з подругами из Лондона. Вначале пойдут в торгово центра на закупы, потом на кофе. Маме ёјћ в клуб з колежанками, со своими батругами. Хавьер будет смотреть фильмы по-испански, а Ува пойдет на массаж. Переходим к следующему упражнению, чвечению пёнте, пятое упражнение. Здесь у нас есть глаголы, и есть слова, которые мы должны приклеить к этим глаголам. Прочтем глаголы. Робе я делаю, угландом я смотрю, ежджена, катаюсь на чём-то, грамм на, грамм в, я играю на чём-то, играю в что-то. Так же, как и в русском языке, в польском аналогично. Я играю на гитаре, я играю на скрипке, то есть на музыкальных инструментах мы играем на. Если это какая-то активность, спорт, например, игра, то мы говорим, я играю в футбол, я играю в хоккей, я играю в волейбол, в. То же самое в польском языке. Ходзе на, ходзе до. Я иду на что-то и иду куда-то, к какому-то зданию. Когда мы идём к какому-то зданию, например, в здание кафе или театра, то это будет до, а если какая-то активность, мы идём на что-то. Я хожу на, я хожу. Давайте пример приведу в русском языке, так будет более понятно. Например, я иду в кафе на кофе. Вот где мы идём в кафе, в русском языке, в польском будет до. На так и остаётся, на кофе. Я иду в театр на спектакль. То есть, идэ до кавярня на кавы. Идэ до театру, то есть здание театра, на активность, на спектакль. И давайте распределим слова. Робе с дьенча. Я делаю снимки. Грам на гитаже, на пианине. Я играю на гитаре, на пианино. Я играю в теннис, сквош, а пилка нужна. Я играю в теннис, сквош, футбол. Ходзэ до театру, до рестаурации. То есть здание театра, здание ресторана. Я иду в театр, я хожу в ресторан. Ходзэ на... Какая-то активность пошла. Хожу, ходзэ на закупы, на мэтч, на спацеры. Я хожу за покупками, то есть на закупы, за покупками, на матч, футбольный, например, на прогулки. Я смотрю фильм, телевизор, матч, опять же, может быть, футбольный, или спектакль. В следующем упражнении, в шестом, у нас есть смс-ки. Что здесь нужно сделать? Здесь нужно вопрос и найти к нему ответ. Циферки я проставила уже. Соединяем. И еще здесь пропущены какие-то особенные знаки особенных польских букв. Что это за такие знаки? Хвостики, угонки, например, с угонки, а с угонки, может быть, да? Крэски, кропки. Итак, читаем. Как лечи? Учишься? Как дела? Учишься? Ей смотрим, отвечают. Нет, ничего не делаю. Нудзище и углёндам телевизию по-польскому. Ниц не разумен. Нет, я ничего не делаю, я скучаю и смотрю телевизор по-польски. Ничего не понимаю. Номер два. Честь. Здесь пропущена крэска, крэска над буквой С. Че. Честь. Умешь готовать пироги? Готовать. Крэсочку пропустили. Где в интернете сон информация? Сон, а с угонки. Привет. Ты умеешь делать вареники? Готовить вареники? Где в интернете найти информацию? Ей отвечают. Хэй, привет. Нестэ ты не естым специалистком? Угонок. Ай, може, кропка, твоя научителька ве. Привет. К сожалению, я не специалистка, не являюсь специалисткой, но, может, твоя учительница знает. Номер три. Честь. Крэска, крэска, маме. Ту Анжела. Привет. Здесь Анжел. Любишь ездить на Ровеже? Ты любишь кататься на велосипеде? Ездить. Крэсочка. Можемы ездить в уикенды? Ж, кропка. Можемы, мы можем ездить, кататься. Ч, крэска. Выкенды, выходные. Что ей отвечают? Бардо любя. Любя. Я очень люблю. Значит, угонок в конце. Я очень люблю. Але немам роверу. Но у меня нет велосипеда. Номер четыре. Хцешь ищь танчичь? Ты хочешь идти танцевать? Ищь крэска. Крэска, танчичь в конце крэска. Что отвечают? Так, шветне. Да, отлично. Где и кеды? Где и когда? Шветне. Крэсочка. Спотыкамы, ще дичь в кавярне на рынку. Саун, теж моя колежанка из Лондона. Мы встречаемся сегодня в кафе на главной площади, на рыночной площади. Будут также мои знакомые из Лондона. Спотыкамы, ще, угонок. Дичь, крэска. В кавярне на рынку. Саун, угонок. Теж, кропка. Моя колежанка, кропка. З Лондона. И что ей отвечают? Я не могу, раз я, значит, угонок, я не могу, учаща хишпанскего, угонок. Я учу испанский. Прошу прощения. Але Хавьер муви, же, кропка. Он ма час на каве. Но Хавьер говорит, что он имеет время для кофе. И последнее на сегодня повторение. Здесь нам даны предложения, и нам надо их скорректировать. Предложение написано с ошибкой. И нам надо эту ошибку исправить. Итак, рассмотрим пример. Барзо любит танцовать. Но нету такого глагола танцовать. Есть глагол танчить, танцевать. Поэтому правильно мы скажем. Барзо любит танчить. Я очень люблю танцевать. Грамм на теннисах. Давайте переведем. Я играю на теннисах. Вообще не звучит, да? Грамматически неправильно. В польском также. Я играю в теннис. Грамм в теннисах. Сейчас буду вычеркивать, что у нас там неправильно. Грамм в теннисах. Оглендом на телевизии. Я смотрю на телевидение. Нет. Оглендом телевизии. Здесь вообще не нужен предвог. Просто смотрю телевизор. Глондом телевизии. Любишь слухач музыки? Любишь слухач музыки? То есть переведем. Любишь, слушаешь музыку? Не совсем правильно. Любишь слушач музыку, да? Поэтому мы говорим. Любишь слушач музыки? Ты любишь слушать музыку? Нет. Умем играть в гитаре. Я не умею играть в гитару. Нет. На гитаре. Не умем играть на гитаже. Я в скобочках пишу смс. Раз я, значит, добавляем погонок. Я пишу смс. Ты в скобочках, значит, окончание глагола будет такое? Ш, конечно же. Не студиёвать, не студиёвать в Польсце. А студиёвать в Польсце? Ты учишься в Польше? Они, значит, окончание, а с огоньком должно быть, так? Они читают газеты? Нет, неправильно. Они читают газеты. Ещё здесь Е добавим. Читаем газеты. Они учащие польскего. Учащие – то я, а они учащие польскего. Они учат польский. Каролина любит пироги. Че окончание? Значит, это вы, два и больше человека. А Каролина любит пироги. Каролина любит вареники. Домашнее задание. Почитать, пожалуйста, ещё раз все вот эти предложения. Вот они здесь написаны уже в правильном варианте. Почитать ещё раз смски. Вспоминаем глаголы. Также напишите, пожалуйста, что вы любите делать, что любишь робить, что любишь робить, что вы любите делать, что ты любишь делать. Можно взять из предложенного, можно писать своё. Также почитайте, пожалуйста, диалог. Если есть новые слова, им особенное внимание уделяем. Кстати, под каждым видео я в комментариях пишу краткий словарик с переводом новых слов, которые встречались в сегодняшнем уроке. Спасибо. Спасибо.